добрый день сегодня мы рассмотрим кубик 8 на 8 от компании сэнксо такая вот премиальная коробочка изображен куб сэнксо написано юксин хэйс по моему подобный был открывается здесь разная техническая информация кому интересно извлекаем сам кубик здесь так уютно в этом мягком материале помещался коробочка такая надежная сам кубик такой маленький компактный кубик у меня достаточно давно я все его сравнивал с другими восьмерками сейчас я сравню все он не вызывал неоднозначные впечатления но думаю пришло время определяться поэтому сейчас все что про него хотела сказать я и расскажу конкуренты у нас ну старая версия еще от шэнк шоу более крупные с наклейками это мф-8 сейчас он подается как милонг чуть-чуть видоизмененный и юксин это еще хуан лонг но сейчас его можно встретить под названием little magic примерно то же строение мало что поменялось но стало сильно дешевле конечно если мы вот этот кубик рассматривать наверно как конкурент уже не будем хотя слив поначалу он был просто никакой после большого количества сборок хорошо протерся и на нем можно собирать весна крупноват конечно но сразу сторону отложим милонг и сэнксо пилу наверное главные конкуренты юксин хуан лонг хоть и вращается замечательно наверное лучший вариант для того кто не хочет быстро собирать просто почувствовать приятное вращение и размер не важен на скорость им собирать не очень удобно хотя у кого-то получается привык наверное можно но я его рассматривать как для скоростной сборки не хочу поэтому его мы тоже откладываем и остается два есть еще третья модель удобного размера от компании сэнксо она называется танк или тэнк я такой не покупала на кубической формы но наверное не стоит рассматривать по тем причинам которые я позже расскажу а так у нас есть вот милонг или мф-8 и не сэнксо если мф-8 и он получается имеет длину ребра 69 миллиметров размером ну примерно семерку то шинк шоу сэнксо чуть побольше и в пике имеет 83 миллиметра закругленная форма и после того как я порадовался кубику 17 на 17 в подобном как раз формате выпущенном да я решил и выкупить восьмерку сэнксо а там есть и девятка десятка 11 не помню но есть 12 на 12 14 на 14 как-то так но внезапно до меня стали доходить сведения что вращение крупных четных кубов такого формата не так хорошо как хотелось бы 14 на 14 вообще хорошего слова не слышал туговато ну вот стал я крутить восьмерку вроде крутится да конечно заедает кубик тяжеловат он получается если это где-то 200 грамм то это 230 почти чуть потяжелее я вот в руках он не кажется таким прям огромным сравнению с мф-8 я здесь элементы значительно мельче я бы собирал на мф-8 и дальше на нем многие рекордсмены собирают восьмерку дисциплину 8 на 8 напомню что в дополнительных дисциплинах 8 на 8 9 на 9 тоже присутствует на скорость они собираются но это но здесь такая проблема что вот эти мелкие элементы часто клинит вылетают ну короче кубик нестабильный ну это так у большинства из того что у меня именно кривые руки хотя в этом тоже может быть часть причины но все же здесь элементы покрупнее кубик вращается как-то так более туговато но все же быстро наверное его вращать можно перемешаем собирать не будем что хорошо в нем это то что за все те сборки которые я на нем провел вот так вот может клинить вроде ничего и не видно но резко углов отсутствует а вот чуть-чуть цепился и подклинивает но несмотря на это ни одного вылета элементов у меня не было ни разу по времени ну примерно так же как на мф-8 я не очень быстро собираю восьмерку в районе 10 минут особые дни засекал ну примерно так же я думаю если опять же сильно потренироваться можно и на этом кубике собирать там минут за пять за шесть при желании для тех семерку собирает минут за три-четыре как-то вот так есть еще один кубик 8 на 8 который я рассматривал для покупки это циклан бойс g4 кажется он называется его вроде бы хвалят у него форм-фактор как в мф-8 и вроде бы неплох но я пока не торопился это делать тут недавно от компании чаи вышла и восьмерка и девятка удобного размера кубические но без магнитов естественно и денег какие-то но очень такие немаленькие против за эти головоломки как мне показалось можно было бы дешевле вероятно они вращаются хорошо есть такие подозрения но многие видели что есть уже прототип кубика 8 на 8 от компании дьян шенг есть видео с тем как его собирают если она настоящее то я наверное немного подожду не буду покупать восьмерку девятку от чаи и подожду когда выйдет восьмерка магнитная от дьян шенг и буду надеяться что магнитный кубик 8 на 8 меня порадует гораздо больше чем эти я не скажу что эти два кубика плохие но этот не очень стабильный хотя собирать удобно а этот немножко такой туговатый я его и смазываю вроде собирал много ну и вот закругленный форм-фактор мне не очень нравится на этапе 3 на 3 как-то ну не те впечатления то есть мне хочется чтобы все-таки восьмерка была кубической но на мф-8 опасненько вращать хотя на нему сбора побольше выполнена так что советовать приобретению какой-то из них ну конечно можно они оба достойные оба имеют свои достоинства и недостатки но я бы подождал дьян шенг магнитный кубик а так если вам нужна дешевая восьмерка возьмите милонг и просто аккуратно собираете ну или little magic если вы не хотите собирать на скорость он сделан на основе вот этого куба а этот кубик он достаточно стабильный просто крупный не очень комфортно ему собирать но привыкнуть можно вот у хон лонга еще очень красивые цвета не считая розового то раньше вообще великолепно мне нравится ну и все они естественно в цветном пластике в итоге я не знаю если вам нравится закругленный фурфактор то да это вот достойная восьмерка который можно вращать и получать неплохие результаты она стабильная потяжелее чуть крупнее чем милонг эмф-8 но собирать можно чуть потуже вот против средней своей крайне легче легче еще легче так здесь можно делать быстрые пиф-пафы резко углов практически отсутствует а если вот только чуть-чуть совсем чуть-чуть ну вот как-то так в общем не торопитесь покупать большие кубы если нужен дешевый то вот два кандидата смотря какой удобней более стабильный менее стабильный но более быстрый менее быстрый а так ждем Дианшенг 8 на 8 если вы обладаете какой-то информацией про этот кубик напишите в комментарии буду благодарен а на этом все всем спасибо всем пока и Продолжение следует...